Южная Осетия за дипломатическое урегулирование ситуации на границе. Однако грузинская сторона, вместо того, чтобы снизить градус напряженности, продолжает наращивать свое присутствие. Кроме этого, они устроили очередную провокацию, сбив квадрокоптер Генпрокуратуры Южной Осетии. Летательный аппарат ввел видеонаблюдение в районе прохождения госграницы. Примерно в 10 часов со стороны грузинского населенного пункта Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь в направлении территории Южной Осетии. Квадрокоптер упал в районе прохождения линии государственной границы Южной Осетии и Грузии. Данный факт надежно подтверждается многочисленными показаниями свидетелей из числа местных жителей, находившихся недалеко от места инцидента и слышавших звуки беспорядочной стрельбы с грузинской территории. И как всегда, службы госпезопасности Грузии по-своему трактуют произошедший инцидент. В заявлении озвучена очередная сфабрикованная версия произошедшего события. В частности, служба госпезопасности утверждает, что Югостинский беспилотный летательный аппарат упал на землю в результате столкновения в воздухе близ села Абано Карельского муниципалитета с грузинским гражданским квадрокоптером. Ранее вину за сбитый аппарат пытался взять на себя лидер так называемого антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Коцарава. Грузинская сторона утверждает, в Карельском районе Грузии перешли на массовое использование беспилотников в мирных целях. Поэтому столкновение с нашим было неизбежно. Мы прекрасно понимаем, что все эти заявления руководства Грузии и новоявленных Гомсахурдзе в лице Коцарава не соответствуют действительности. Наилучшим выходом из создавшейся ситуации будет демонстрация грузинской стороной остатков квадрокоптера миссии наблюдателей Евросоюза с последующей его передачей в рамках встречи МПР и Югостинским представителям для проведения ими соответствующей экспертизы. В свете происходящей эскалации МИД России выразил серьезную озабоченность и указал, что напряжение на границе спровоцировано именно со стороны Тбилиси. Необходимо проявить сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках МПР и женевских дискуссий, заявили в МИД. «Эти провокационные действия осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхимвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. В этих условиях юго-осетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечения различного рода инцидентов. Это суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства». При этом в Министерстве иностранных дел России напомнили, что все последние месяцы грузинская сторона целенаправленно нагнетала напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. «Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот, накалило атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению. Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, а также женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье». Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Каинцевич в интервью ГТРК ИР назвал ситуацию на границе очередной попыткой втянуть стороны в вооруженный конфликт. «В рамках деструктивной, дестабилизирующей роли сегодня наберений, которое демонстрирует силовой блок, американский силовой блок, продолжая вот эту политику нагнетания обстановки вокруг границ, и в визит территории Российской Федерации. В данном случае используются многие спорные вещи в этом теле. Я не знаю, что Россия не оставит это просто так. И я, к сожалению, даю самый пессимистический прогноз с точки зрения того, что произошло на границе Грузии и Южной Осетии. Поставив блок с военнослужащими, дальше провокации, во-первых, провокацию, во-вторых, это будет продолжение этой провокации. С последующими действиями втянуть в какой-то конфликт. И вы сами понимаете, что возможности сегодня силового ведомства Южной Осетии и вооруженных сил в Грузии немножко разные. И в данном случае у Грузии они при той поддержке, которую им оказывают Соединенные Штаты, имеют действительно достаточно подготовленную, хорошо вооруженную армию. Конечно, в этой ситуации цель одна создать эти деструктивные процессы и втянуть в них Россию. Как бы там ни было, мы уже не раз об этом говорили, мы не позволим сегодня осуществить никакой геноцид. И осуществить какое-то давление, тем более, на граждан, представляющих Российскую Федерацию. Об этом тоже надо, чтобы господа не забывали. И хотим предупредить о последствиях таких провокаций. По мнению Франца Клинцевича, опыт 2008 года для Грузии был, возможно, недостаточным, но повторения не будет. Все, что произошло, по-другому как провокация, назвать нельзя. Это серьезное убеждение того, что продолжение этим провокациям может последовать. Конечно, это не способствует миру в данном регионе. Тем более, при той достаточно сложной экономической ситуации, в которой находится Республика Грузия. К сожалению, в риторике грузинского руководства возникают агрессивные нотки, связанные с возвращением каких-то территорий. Это не только одно желание амбициозного руководства, в данном случае Грузинской Республики. Они давно стали вассалами, спойлерами заокеанских руководителей. Все это проходит в рамках деструктивной дестабилизирующей роли, которую демонстрирует американский силовой блок, продолжая политику нагнетания обстановки вокруг границ вблизи территории Российской Федерации. При этом они понимают, что Россия не оставит своих партнеров. Я бы просто предостерег о последствиях происходящего. Нельзя не учитывать сегодняшние реалии, не делать объективную оценку событиям, которые произошли. В Северной Осетии также обеспокоены ситуацией на границе Южной Осетии. По этому факту с блокпостом, это очень наглядно для нас, что практически со времен Гамсахурдия до сегодняшнего дня, по существу, руководство тбилизьского режима свою политику никак не изменило. То, что они говорят, не соответствует их делам. Их не устраивает, и поэтому они активизируют вот это поле деятельности вот такими недостойными акциями. Село Виста всегда находилось на территории Южной Осетии. Грузинская сторона в очередной раз открыто показывает свою неготовность к урегулированию спорных вопросов мирными методами, считают в парламенте Южной Осетии. Позиция Республики Южной Осетии неизменна. Сделаем все для того, чтобы убрать этот пост и вернуть наши земли. Нам непонятно позиция международных наблюдателей, которые находятся там же и не реагируют на провокации Грузии. Повода для паники нет. Обращаюсь к жителям республики сохранить спокойствие. Осетины всегда были храбрым народом и всегда проявляли свое мужество и человечность. Призываю всех сплотиться и встать плечом к плечу. Редактор субтитров А.Семкин